Солнечным утром бабьего лета начались первые влоги соревнования «Осенний хищник». В пойме одноименной городу реки собрались три десятка заядлых рыбаков. В их распоряжении дикая природа, спиннинги, искусственная наживка и шесть часов турнирного времени. По условиям турнира ловить можно только хищников, одну щуку и десять окуней. Можно и больше, но учитываться будет только это количество общим весом. Сейчас обычно проводятся лодочные турниры, либо это спиннинг с берега, но это на прудах, на платных водоемах всевозможных. Это другой формат. В таких условиях, естественных, сейчас редко проводят. В Лужском районе рыболовный спорт только возрождается. После развала СССР лет 25 здесь ничего не проводилось. Два года назад энтузиасты клуба «Бурый окунь» начали возрождать лужскую рыбалку как соревнование. Во всем мире такие турниры давно стали большой спортивной индустрией. Любители откликнулись и у нас. На осеннего хищника приехали рыбаки из Петербурга, Ленобласти, Новгорода. Каждый со своим стилем и секретами мастерства. Уровень реки сейчас низкий, поэтому ловля в основном осуществляется на ямах. Для этого нужны глубоководные приманки. Кто-то использовал воблеры, кто-то ловил на джик. Это преобладающий способ ловли был. Блесны использовали, вертушки. В общем, основной упор был сделан именно на джик. Ловлю со дна на мягкие приманки колеблющиеся, силиконовые. Менять блесна на удачу. Снасти все, как говорится, какие рабочие снасти, какие нет. Уже тут выбирать, на что будет брать. И зависит еще и от погоды. Здесь не требуют стартовых взносов. Организаторы делают турниры в Луге не только как соревнования. Это приятное общение близких по духу людей. Событие, которое интересно посетить семьями. Я попробовала. Он мне говорил, что я делаю неправильно. Махаю не удочкой, а палкой, не спиннингом. Но потом стало получаться. Естественно, когда поймала большую рыбу, кричала на все озеро. Все рыбаки оглохли. Была очень счастлива. Вы довольны теперь этой ситуацией? Конечно. Может быть, хочется как-то одному все-таки рыбачить? Мам, я тоже хочу, чтобы я в каду попала. К 16 часам рыбаки начали возвращаться с добычей. Коллеги рассматривали улов конкурентов. Судьи занимались взвешиванием. Кому-то везло больше, кому-то меньше. Например, Александр Невский взял приз за самую большую рыбу. Он поймал щуку весом 944 грамма. А по общему зачету наловил еще на один приз за третье место. Может, его счастливая шапка, в которой он всегда ловит, помогла. Короче, призов-то больше всех в итоге увезет. Но победителем оказался петербуржец Алексей Утробин, который вообще впервые приехал на такие соревнования. Причем он обошел всех по общему весу даже без щуки. Его 10 лучших окуней весили 1,4 кг. Я думаю, что мне помогло то, что я начал с самых мелких силиконовых приманок, буквально двухдюймовых, и с них начал укрупняться, дошел. И вот получилось, что крупного окуня тоже наловил. Следующие соревнования организаторы планируют провести зимой. 16 февраля пройдет турнир, посвященный освобождению Луги от немецко-фашистских захватчиков. Уля! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok